Бобруйск, Октябрьская улица. Здесь дежурит наряд ГАИ. Инспекторы в деле, останавливают иномарку. Проверка начинается с водительского удостоверения. Все в порядке, но это касается только документов. В машине родственники и маленький сын. Последний пассажир без специального кресла. Это нарушение. Но мужчина перед законом чист, поэтому на первый раз предупреждение. Плюс полезный сувенир. Фликер. Сколько ребенку лет? Шесть. Второй? Четыре. Часто с детьми ездите? Нет, я только приехал с Европы. Автокресло – это безопасность вашего ребенка. Помните, при выборе аксессуара важны возраст, вес, рост. Это также относится к бустерам и специальным подушкам. Исключение – дети до 12 лет выше 150 сантиметров. Для такси действуют такие же правила. Как считается, правильно, что нужно все-таки безопасно в таком формате перевозить детей? Конечно, правильно, потому что сама бывает резко иногда приходится затормозить. И видно, что ребенок наклоняется. То есть ремень, сидушка – это все его защищает. Перевожу в машине. У нас есть детское кресло. На заднем сидении пристегнуто всегда. Это как обязательное правило. В машине предусмотрено кресло. Это же ребенок. Он, во-первых, может в любой момент куда-то отвлечься, полезть, еще что-то. А так он зафиксирован. И ну уже надо, да. Надо, чтобы ребенок был в детском кресле. Обязательно ребенок, чтобы был пристегнут. Если маленький должен быть в специальном кресле детском. И все. Главное следить за ним, чтобы он не баловался. А вы сами перевозите детей? Конечно. Дочку-перевожинка, она всегда у меня пристегнута. Если вы не соблюдаете нормы, готовьтесь платить по счетам. За нарушение правил перевозки горе водителям грозит штраф до 116 рублей. Госавтоинспекция напоминает. Уважаемые водители, будьте внимательны, предельно осторожны, подъезжая к учреждениям, образованиям, детским садам, школам, к местам возможного появления юных участников дорожного движения, так как это небезопасно для здоровья маленьких пешеходов, так как в силу своего возраста дети не всегда в полной мере могут осознавать последствия, которые они причиняют своим поведением. Только с начала года больше тысячи водителей были привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. К слову, сейчас в Бобруйске проходит неделя детской безопасности. Продлится она по 31 октября.